Всем привет! Приветствую всех снова на своем канале. Сегодня я поделюсь одним упражнением, методикой. Ее задача заключается в том, чтобы заставить людей заварить в группе. Особенно эффективно это упражнение работает, если нужно оттренировать, допустим, часть, как представиться себе. На экзамене это типовое задание. Что для этого потребуется? Участники. Это ваши однокурсники. Допустим, у вас в классе 12 человек, ну и преподаватель. Студенты делятся на две группы по 6 человек. И делают два круга. Внутренний круг и внешний. Вот картинка. Первые 6 студентов стоят внутри. И внешний круг студенты стоят друг напротив друга. Стрелочки это направление взгляда, кто куда смотрит. Для удобства первых партнеров, вот я бы заштриховал. Преподаватель выступает в роли ведущего. Его задача засечь 30 секунд. И в эти 30 секунд вы должны будете поговорить на определенную тематику. Ну, представиться себе. После того, когда 30 секунд заканчивается, внешний круг проходит на одного партнера дальше. Внутренний круг остается без изменений. Внешний прошел. Ребята, которые стоят в средине, они ничего не делают. Они просто стоят, слушают, не помогают, не сбивают, а выступают в роли, скажем так, виртуального собеседника, которому нужно что-то рассказать. Как это работает? Вы выбрали тематику. И засекаются первые 30 секунд. На первом партнере вы будете стоять, хватать воздух. Там вспоминать так. Это надо сказать, это надо... И только вы как бы собрались с мыслью и начинаете уже говорить. Первые 30 секунд заканчиваются. Вы переходите на второго партнера. Повторяйте то же самое, но вы уже собрались с мыслью, а возможно уже даже одно-два предложения сказали. Начинайте снова говорить. Первые фразы получатся легко. Потом вы доходите до момента, где вы еще не говорили. Снова тяжело. И вы снова собираетесь с мыслью. Надо еще там следующие 3-4 предложения. Опять вы вспомнили. И проговорили. Когда вы доходите до 6-го партнера, у вас уже получается довольно-таки уверенная, связанная речь. И вы можете представиться. Задача преподавателя. Преподаватель не вмешивается. Даже если слышит ошибки у говорящего. Здесь упражнение направлено на то, чтобы потренировать не правильность речи, а структурируемость мысли, слаженность мысли. И потренировать ход мысли и способность ее высказать. Студенты, которые стоят во внутреннем круге, они также не сбивают и не подсказывают. Поскольку студент не знает, что хочет сказать его партнер. Возможно, он там думает одно, слова там другие сказал. Поэтому не мешает. Можно улыбаться, можно серьезный вид делать. Что происходит с говорящим? Говорящий испытывает, первое, стресс от того, что меняется партнер постоянно. Каждые 30 секунд новый человек. При этом, как вы понимаете, вокруг еще 5 человек, которые говорят на немецком языке. Ну или на языке, который вы хотите потренировать. Это тоже сбивает, поскольку вы думаете, вы свое говорите. А тут еще такой балган вокруг. Тоже микростресс. Почему нужно взять 30 секунд? Кажется, там за 30 секунд, вроде бы не успешно ничего рассказать. 30 секунд это как раз оптимальный кусочек времени. Меньше не надо и больше не надо. Представьте, что вы учите стих большой, там 6 куплитов. И если вы берете 2 минуты, вы весь этот стих читаете, пытаетесь повторить. У вас все это рассыпается. Когда вы учите один короткий куплет, 30 секунд проговорили. А потом еще раз этот куплет повторили. А потом еще раз и так 6 раз. Вы этот куплет намного надежнее запомните, чем если весь стих вот так будете по 2 минуты перечитывать. Если группа хочет, например, оттренировать полностью, часть представится себе, естественно, это очень большой кусок информации. На экзамене выделяется 5 минут, по-моему, могу ошибаться. Можно сделать несколько тренировок. Разбить блоками, например, первый блок вы говорите. Меня зовут так-то, я приехал оттуда, моя семья живет там. Все, 30 секунд закончилось. А на следующих уроках возьмите блок информации, свои хобби, иностранный язык, ваша профессия. И таким образом вы вложитесь, сможете протренировать каждый кусочек. Для тех, кто считает, что хорошо разговаривает, и легко в голове подумал, все я помню, знаю, скажу сразу. Как только вы начнете вот так представляться, делать это упражнение, вы обязательно найдете слабые места. Обязательно появятся затыки, где вы там забыли слово, где там чего-то пропустили, неверно сказали. Обязательно такое будет. Дальше. Когда вы поговорили, например, с кем-то, вот в жизни, например, где-то с кем-то поговорили, потом отходите, и у вас такая мысль, я же мог поговорить лучше. Вот я там неправильно это сказал, неправильно это. Это здесь так же работает. Вы поговорили с первым партнером, и вот те 2-3 секунды, пока вы переходите на следующего партнера, ну и отбиваются там следующие 30 секунд, у вас включается мозг, ну скажем так, вы анализируете информацию, которую только что проговорили, и так же вы будете вылавливать ошибки. Поговорили, там сказал, например, и хабы гекомен, это неправильно, и бим гекомен, неправильно глагол поставили. Пока вы партнеры меняете, у вас в голове сработало, так я там неправильно сказал, сейчас я говорю правильно. Правильно проговорили. Что еще интересное? Упражнение можно на одну и ту же тему в классе сделать, допустим, один день, потом второй день, третий день. И таким образом вы абсолютно свободно сможете закрепить вот этот навык, поварить, плюс вы хорошо закрепите блок информации, который вам нужно приготовить на экзамен. И это будет вот так класс. Если преподаватель, например, не хочет, там посмотрел, ерунда какая-то, вы ходите в коридор, в курилке, сами можете смело вот это сделать. Опять же, напомню, здесь идет тренировка не правильного построения, а навыка сконцентрироваться на мыслях, навык успокоиться, пока вы что-то рассказываете, и слаженно по порядку выдать информацию. Ошибки можно откорректировать потом. Опять же, преподаватель может услышать ошибки, упражнение закончили, сели за парты и разобрали, какие ошибки у студентов получились. Вот, вроде бы все. Давайте я вам еще разок покажу эти картинки. Можете на паузу поставить их, посмотреть, можете срисовать, потом уже, скажем так, в классе объяснить. Ну, или просто скрины показать. Это первая начальная позиция. 30 секунд проходит. Поменялись. Естественно, когда внешний круг полностью пройдет до шестого партнера, внутренний круг становится в центр, а те, кто стоял в роли виртуального собеседника, они выходят на внешний круг. И повторяйте. На все про все, на это упражнение, вот из 12 человек, ну, можно чуть больше, у вас уйдет 5-10 минут. Поэтому, это не полурока, там, когда время драгоценное, и надо экономить, там, что-то разбирать. Реально, 5-10 минут вы будете вкладываться. Надеюсь, возьмете себе на заметку, пробуйте, настоятельно рекомендую, это очень хорошо работает, и очень хорошо помогает для развития навыка поговорить, и помогает при подготовке к экзамену. Всем спасибо. Всем счастливо.